Всех вас приветствую, дорогие братья, сестры, все, кто сегодня пришел в Дом Божий для того, чтобы услышать, что же Господь сегодня желает сказать нам через свое живое слово. Очень важно, чтобы сегодня каждый из нас понимал, что это не человеческая истина, что это Божье слово, которое будет звучать из Священного Писания. Пусть Господь благословит всех вас обилием Духа Святого. Аминь. Каждый из нас, приходящий в церковь, когда-то в своем сердце допускает сомнения. И не всегда у нас с вами вера вот на таком вот пике, вот так вот высоко, не всегда. Иногда в сердце гнездятся сомнения, но с этим мы не делимся. Мы не приходим и не говорим, так, я пришел, но у меня большие сомнения. То есть мы об этом не говорим, мы не делимся. И, вы знаете, хочу сказать, что вообще есть у нас люди, которые сомневаются, нету даже в вере где-то, есть у нас, нет такие люди в зале? Нету. О, хорошо. Ну, некоторые подняли руку, тогда эта проповедь будет только для вас. Все остальные уже как хотите. Слово Божье в книге Бытие в 17 главе записывает следующие слова. Вообще Авраам это кто? Муж веры, да? Давайте почитаем о его сильной вере. Авраам был 99 лет, 17 глава Бытие, первый текст. И Господь явился Аврааму и сказал ему, я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. Кстати, это впервые упоминается в Библии, Бог вот с таким вот именем, я Бог всемогущий. Раньше мы никогда не встречаем. Давайте мы посмотрим один слайд, Игорь нам слайды приготовил. И мы сейчас посмотрим слайды, как читается имя Бога. Посмотрите. Йод, Хей, Вав, Хей. На что я хотел бы сделать акцент здесь. Посмотрите. Йод, Хей, Вав, Хей. Слово Хей, это буква Хей, это буква, она находится в еврейском алфавите, да, в еврейском алфавите под цифрой 5. Каждая буква имеет цифру, под какой она находится. Вот Хей, она находится под номером 5. Обратите внимание, что эта буква имеет большое значение, и значение ее как имеющий в себе жизнь или дающий жизнь, вдыхающий жизнь. Хей. И в имени Бога здесь две буквы вот эти, и она произносится с придыханием. Хей. Так вот, здесь Господь Бог является ему и говорит, я Бог всемогущий, я Эл-Шадай. Знаете, когда Бог приглашает нас к чему-то сильному, к чему-то, знаете, такому возвышенному, Он обязательно даст нам на это силы, какие-то тоже побольше сил, какие-то особенные силы для того, чтобы это можно было перенести. Вы знаете, еще одно хочу сказать, что сегодня мы посмотрим, как пишется слово или имя Авраам. Давайте второй слайд посмотрим. Посмотрите, как пишется Авраам. Алиф, Бет, Реш, Мэн. Вот здесь Хей мы никак не видим, правда? Здесь просто есть, ну вы знаете, что заданно вперед читается, поэтому я с конца читаю. Алиф, Бет, Реш, Мэн. Господь обращается к нему и говорит, знаешь, дорогой, я хочу поменять тебе имя. Я хочу поменять тебе имя. У Авраама не было детей, и Бог говорит, вот в твоем имени вот нету вот этого Хей, чтобы вот ты от тебя мог произойти вот этот великий, множественный народ. И если это произойдет, для этого я тебе поменяю даже имя, и от тебя произойдет величественный или множественный народ, и ты станешь отцом множества. И вот второй текст говорит, я поставлю завет между мною и тобою, весьма-весьма размножу тебя. Пал Авраам на лицо свое, и продолжал говорить с ними, сказал, вот мой завет с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь больше называться Авраам, но будешь называться Авраам. Давайте мы посмотрим еще один слайд. Посмотрим, как Господь поменял ему имя. И вот следующий слайд, уже обратите внимание, Хей появляется, да? Алиф, Бет, Реш, Хей, Мэн. Вот так вот Господь поменял имя Аврааму. И он говорит, а вот сейчас от тебя произойдет. Зачем это вообще надо было делать? Зачем это надо было? Неужели Бог не может по-другому сделать? Он, вот здесь исполняется слово, которое Господь Бог говорит, я благословлю тебя. Я благословлю тебя. Вот это Хей, это является вот этим благословением в жизни Авраама, когда произошел полностью переосознание, и его назначение вообще жизни даже. А сегодня какое отношение имеет это к нам, к людям, которые живут, может быть, не знаю, сколько там, не считал точно, сколько лет от Авраама до нас? Пять, три, четыре тысячи. И вот Господь Бог говорит сегодня нам, в вашей жизни, может быть, все идет уже так ровно и гладко, и вам уже девяносто девять. Так вот, я хочу изменить вашу жизнь, и неважно, сколько вам, девятнадцать, девять или девяносто девять. Я могу войти в вашу жизнь и изменить ее. И она обретет абсолютно новый смысл. И ты не будешь больше называться Авраамом. И ты не будешь больше жить вот в тех грехах, в которых ты жил раньше. И ты не будешь больше жить в том неверии, которое раньше у тебя было. И не будет больше у тебя вот этих сомнений, которые у тебя были. Я хочу изменить твою жизнь. И дальше, когда мы читаем семнадцатую главу, пятнадцатый текст, давайте посмотрим, семнадцать, пятнадцать. И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Давайте посмотрим, как Сара пишется. Посмотрите, как пишется Сара. Следующий слайд. Вот, как пишется Сара. Посмотрите. Как называется, с чего вообще начинается? Смотрите. Шин. Да? Если мы читаем на нашем языке, смотрите, как звучит. Сар. Да? Когда мы посмотрим и немножко ниже прочитаем, то здесь даже позже мы находим, что Сара называет как его? Господином. Вот этот вот Сар, оно, Сара, Сар или принц, значение этого слова вообще принц или принцесса, Сара, чтобы вы знали. Это как раз Господь здесь говорит, но этого мало, потому что даже если ты уважаемый человек в этом мире, тебе, в тебе не хватает вот этой вот жизни, которая может исходить от меня. И он меняет ей имя. Давайте посмотрим, на что он ей меняет. Посмотрите. Он убирает последнее, йод, и ставит ей хей. Вот Господь меняет. То, что в его имени присутствует дважды, хей, да, то, что несет жизнь. Он говорит, а сейчас ты будешь нести жизнь и будешь отцом и матерью многих народов. То есть в нашей жизни, друзья, до какого-то момента, может нам кажется, что мы живем как-то, ну, живем и живем, и даже верующие. Да, у нас есть сомнения. Но мы даже в церковь приходим. У нас все нормально. Но какой-то вот такой вот жизнеизмененной, чтобы мы могли, знаете, почувствовать вот эту наполненность Богом, нет. Господь Бог говорит, я могу сделать это изменение в твоей жизни. И дальше вот написано следующее. И я благословлю ее, и дам тебе от нее сына, и произойдут от нее народы, мы читаем шестнадцатый текст, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся. Авраам, муж веры. Как же так? Вы понимаете, Господь не ожидает, что мы приходим в церковь совершенными, что наша вера вот такая вот, на сто процентов, у нас все-все-все на пять, на пятибалльной шкале, и у нас все идеально. Вот мы приходим, только не хватает нам еще рамочки, чтобы уже, да, векунка. Господь Бог не этого ожидает от нас. Он ожидает от нас вот этого постоянства, желания быть ближе с Богом, и знать о нем больше. И вот эти все изменения, которые он сделал, казалось бы, для нас это, ну, поменял одну букву. Здесь очень глубокий смысл заложен, что когда Господь что-то меняет, он имеет цель в этом. И он хочет, чтобы сегодня вот эти изменения происходили в нашей жизни. И дальше он говорит, и Павел Авраам на лицо свое рассмеялся, и сказал сам в себе, неужели от столетнего будет сын, и Сара, 99-летняя, 90-летняя, сори, неужели родит, и сказал Авраам Богу, хотя бы и Измаил был жив при лицом твоим, Сара, зачем нужно было вот это имя менять? Зачем? Хочу сказать, что Господь говорит, я благословлю. Именно благословение, благословение, оно выражалось в том, что Господь вот добавляет это, hey, это жизнь, потому что, когда Бог создал человека, Он создал его как манекен. Он не имел в себе абсолютно никакой жизни. Он был просто как манекен. И Господь вот вдыхает в него вот этот, hey, жизнь, вдыхает жизнь. И после этого человек становится на душу живое. Конечно, хочу сказать, что Авраам, когда мы говорим вот этот сэр, сара, да, то она действительно, история показывает, что пыталась как-то доминировать над Авраамом. Пыталась как-то доминировать. И она ему даже поручения давала странные. У нас нет детей, иди к моей служанке. Я точно знаю, что будут дети. И Авраам, конечно, вынужден был слушаться. Хочу сказать, но Бог меняет с саре имя, Бог меняет с саре имя и говорит, я благословлю ее и дам тебе от нее сына. 16 текст, я благословлю ее, я произведу от нее народы, цари народов, они произойдут от нее. И вот мы читали, что Авраам опал и рассмеялся. Хочу сказать, что вот здесь как раз нам нужно вспомнить послание к римлянам, где апостол Павел, 4 главе, 16 тексте, римлянам 4, 16 говорит, итак, поверь, что было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Скажите, по закону, по закону, физиологии, мог ли Авраам и сара иметь детей? Нет. Но здесь Господь Бог говорит, я выше всех законов, я выше всех правил. Приезжайте в эту страну, вам говорят, вам документов не видать. По закону. Вы ни под что не подходите. Господь Бог говорит, я выше всех законов, я выше стою, я над всем стою. Поэтому вспомните Авраама, вспомните сару, и вы увидите, что не равняйте меня ко всем, я абсолютно другой. И дальше написано, 17 текст, как написано, я поставил тебя отцом многих народов, перед Богом, которому он поверил, животворящему, мертвых и называющих, не существующих, как существующих. Интересно. Мы, конечно, материалисты. Нам вот, мы увидели, потрогали, да, и тогда мы уже говорим. я слушал новости, и там на Одесском привозе интервью брали. Подходит к одному еврею, говорят, вот вы верите в любовь с первого взгляда. Он говорит, я уже старый, мне нужно пощупать. Мы вот такие люди. Мы, вот то, что глаза, нам нужно увидеть, нам нужно потрогать. Поэтому люди, неважно, кто вы, какой мы национальности, мы не всегда доверяем Богу. Авраам рассмеялся. Понимаете? И Сара тоже где-то рассмеялась внутри. И написано, 18 текст, но он сверх надежды поверил, с надеждою, что он сделается отцом многих народов, по сказанному. Так многочисленное будет семя твое. И дальше, 20 текст мне очень интересен. Вообще, 20 текст, смотрите. Он не поколебался в обетовании. А так ли это? А как же со смехом? Вы понимаете? Нет, это описывается история, что он когда-то вот так вот поверил. Понимаете? Он не поколебался. Я вам еще одно скажу. Даже если вы поколебались, даже если вы внутри засмеялись, но поразмыслив, и сказать, Господи, но все-таки ты же всемогущий. Бог вам никогда не вспомнит. А ты помнишь, пять минут назад ты смеялся? Бог не таков. Это человек может это сделать, но Бог этого не сделает. Он не помянет тебе прошлое, даже то, что было вчера или год назад, потому что ты пересмотрел, и твоя вера возросла, и ты пошел дальше. Вот в чем наш Бог прекрасен. Он не человек. Он не записывает себе в черный список каждого имя. «Ну все, сегодняшнего дня ты уже у меня в другом статусе». И написано, «И будучи уже вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему это в праведность». В послании к евреям 11 глава, 11 текст написано, «Верою сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». А как Сара? То же самое, правда? То же самое. Она, ну действительно, любой бы так, наверное, отреагировал, когда вам предлагают что-то нереальное. Мы не говорим рождение ребенка или еще что-то. Что-то вообще нереальное. Мы бы рассмеялись. Но Господь Бог говорит, знаешь, не нужно смеяться. Я что говорю, я исполняю. И вот через это мы еще раз убеждаемся, что наша тема, она вообще называется такая, знаете, слабая или колеблющаяся вера. Несовершенная. И вот эта несовершенная вера, она способна творить чудеса. Потому что несовершенная, она способна возрастать к совершенству. Но еще раз хочу сказать, мы никогда не станем совершенными для того, чтобы сказать, все, я совершен. Никогда. Такого не произойдет. Потому что сегодня да, а завтра споткнулись. Поэтому Господь у нас приглашает и Он говорит, я буду у тебя в следующем году. И будет у Сары сын. Мы возвращаемся опять к книге Бытие. Еще мы начинали. Это у нас, какая глава была? Вначале мы читали. С вами 17 главу, да? Да, 17 глава. И Он говорит, я опять буду у тебя в следующем году, и у Сары, у жены твоей будет сын. А Сара слушала ухода в шатер. Сзади его. А что здесь мы читаем? Здесь другой урок. Это типично всем женщинам. Ее как бы здесь нет, но она как бы есть. Вот как бы ее нет, но она все знает. Да, написано, что Сара, ее не было, Бог разговаривает с ангелом или с Господом, Авраам с Господом разговаривает, а Сара ушла. Вот как бы ее нет, но стоит и слушает за шатром сзади. Авраам же и Сара, они были старые, в летах преклонных. Необыкновенно у женщины, у Сары прекратилось. Сара внутренно рассмеялась. Вот там подслушивает и рассмеялась. Сказал, мне ли, когда я составилась, иметь утешение, и господин мой стар, стал Господь Аврааму, отчего рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я в старости. Есть ли что трудное для Господа? Вот это, друзья, мне кажется, это строчка, с которой мы должны уйти сегодня домой. Давайте повторим сегодня это вслух. Вместе. Три, четыре. Есть ли что трудное для Господа? Плохо повторили. Плохо. Давайте еще раз. Есть ли что трудное для Господа? Запомнили, нет? Ничего трудного нет, друзья мои. Вот когда мы это повторили, есть ли что трудное для Господа, когда вы столкнетесь с какой-то стеной, вы столкнетесь с какой-то проблемой, мужского или женского пола, не знаю, какая-то проблема, вот тогда вы скажите, неужели для Бога есть что-то трудное? Да нет для Него трудного. То есть для Бога ничего трудного не бывает. И написано в назначенный срок буду я у тебя в следующем году и будет у Сары сын. Сара же не призналась и сказала, я не смеялась. Ну, типично тоже. Я испугалась. Она даже против Бога, вы понимаете, идет. То есть Господь говорит, а она нет. Возраст. Но Он сказал, нет, ты рассмеялась. Бог говорит ей, нет, ты рассмеялась. Друзья мои, что такое праведность по вере? Праведность по вере это не по делам. Когда ты засмеялся или когда ты проявил какое-то, знаете, какое-то сомнение или еще что-то, Господь уже зарубил, поставил крест и сказал, все, ты нарушитель. Бог, Он по-другому. Посмотрите, что пишет нам Римлянам 4 глава, 6 текст. Сегодня мы читали при открытии служения эти тексты. Римлянам 4, 6. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от... Рассмеялся Он или рассмеялась? Независимо. Почему? Потому что эти моменты всегда будут в жизни человека. И вот эти моменты, они могут нас останавливать от роста и прогресса. Потому что мы говорим, ну все, я уже все равно согрешил. Уже мне дорога заказана. Я уже все равно отступила. Понимаете? И мне уже... То есть, это как раз метод дьявола остановить человека. Но вот этот текст, он показывает, что Бог называет блаженными, или Давид называет блаженными людьми, которые, не обращая на это внимания, переступая, идут дальше и совершенствуются в Господе. Не останавливаются на вот этом, скажем так, дело закона или еще чего-то. Блаженны, чьи беззаконники, обращены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которым Господь не вменит греха. А как понять не вменит? Ну, грех-то есть. Вы знаете, Господь не вменяет грех человеку, когда человек осознает его и оставляет. Он осознает, он пошел дальше. Бог не вменит ему этого греха, потому что он оставил этот грех, и он идет дальше. Вы знаете, блаженство сие относится не к обрезанию или к не обрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера в милость и праведность. Блаженство относится не к обрезанию или не обрезанию. То есть, не то, что ты по закону сделал или не сделал. Блаженство относится, это это Божья часть, это не твоя. Это Божья часть, это он свою часть выполняет. И он говорит, это тебе дается как подарок. Это праведность, она тебе просто наделяется. Она наделяется тебе. Не за твои заслуги, а за твою просто веру. И, конечно, когда мы принимаем праведность Иисуса Христа, тогда он не вменяет нам греха. И последний пример, который хотел бы сегодня привести вам, это женщина, которая страдала кровотечением. Вот скажите, у нее была совершенная вера или нет? Поразмышляем, поразмышляем, всегда будет два мнения, я это знаю. Марк 5 глава, Марк 5 глава, Иисус пошел с ними из 24 текст, 5-24, Марк. И за ним следовало множество народа. Марк 5, 24. И теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что у нее было и не получила никакой пользы, но пришла еще в хуже состояние. Услышав об Иисусе, она подошла сзади в народе и прикоснулась к его одежде. Ну, вы знаете, когда мы размышляем о том, насколько человек имеет веру, хочу сказать, что если вы почитаете, то даже прокаженные, они подходили спереди, а не сзади. И эта женщина, которая подошла сзади, это говорило о ее какой-то, о каком-то ее сомнении, о каком-то страхе тоже, потому что подойти сзади, это означает как бы украсть, как бы тайком, незаметно, чтобы это не было ни для кого видно вообще. Это как украсть благословение. И Иисус сразу же остановился, смотрите, ибо говорила, если я хотя бы к одежде его прикоснусь, выздоровею, тот час же иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцельна от болезни. В то время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к одежде моей. Знаете, если бы Иисус был как мы, который бы набивал бы цену себе, он бы сказал так, а почему к одежде, а не ко мне. Ко мне, я же святой, а одежда тут при чем? Но понимаете, Иисус это не человек, он хочет, чтобы человек даже вот просто направление к нему он уже оценил, желание прийти уже оценил. Господь ценит наше стремление и желание даже с ошибкой, даже рассмеяться, даже сзади подойти. Господь это все говорит, я не вспомни этого, я не засчитаю, я не вменю тебе этого. Важно, ты шел ко мне, важно, ты хотел прикоснуться, важно, ты в конце поверил и сказал да. спасибо Господи, что от меня ты избрал меня, чтобы произошел великий народ. И он это доказал позже, когда он шел уже со своим сыном на гору моря. И вот буквально еще немножко он посмотрел вокруг, чтобы видеть тут видеть ту, которая сделала это. И женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, она подошла уже спереди и падает перед ним и говорит ему всю истину. И смотрите дальше, что он говорит. Он ей говорит следующее, дочь, вера твоя спасла тебя, иди с миром и будь здорова от болезни твоей. А вы знаете, хочу сказать, что на арамейском дочь звучит битти, и Иисус заговорил к ней на арамейском. Он говорит битти, вера твоя спасла тебя. Хочу сказать, что когда я рассматриваю эту историю очень более глубже, здесь даже какой-то эгоизм я заметил. Вот мне бы только исцелиться. Мне бы только исцелиться. знаете, как бы вот подходит сзади, тихонечко, вот я свое дело сделаю и убегу, незамеченный. Мы понимаем, почему. Потому что в то время женщины с такой болезнью не могли в обществе бывать, это мы знаем, но мы знаем, что и прокаженные не имели быть права, тоже где-то, они должны быть изолированы тоже от общества, но они приходили поближе. И вы знаете, здесь, если наша вера способна на малое, на малое, уже нужно приходить к Господу. Если у нас в жизни еще не было даже больших побед, они никогда у нас не произойдут, если не будут малые победы, если не начнется с чего-то малого, если не начнется с какого-то доверия. Господь Бог хочет, чтобы вот этот смех, который у нас бывает иногда, я, я, нет, никогда, это нереально, чтобы со временем это переросло в крепкую веру. Бог допускает, что это в жизни людей будет, и даже каких людей? Таких, как Авраам, который жизнь прожил, и то в конце такое сомнение, да, допустил, но Господь на это не реагирует. Даже если вы подошли сзади, даже если вы коснулись к одежде не к нему самому, даже если вы хотели быть незамеченным, тоже не страшно. Если вы пришли, отсидели какую-то первую или вторую часть и ушли, это тоже ничего. Но самое главное, чтобы в этом был прогресс, чтобы мы не остановились вот на этом малом достигнутом. Если мы останавливаемся, значит, мы всю жизнь будем смеяться или насмехаться над кем-то. Господь желает, чтобы у нас был прогресс и рост духовный, чтобы у нас был прогресс и вера наша возрастала. Вот это желание нашего Господа. Иисус, Он сказал следующее, «Я есмь хлеб жизни и приходящий ко мне не будет алкать никогда и верующий в меня не будет жаждать никогда». Он говорит, «Приходите». Поэтому даже если наша вера, она какая-то колеблющаяся, она какая-то с сомнениями, она может не имеет какого-то такого твердого основания еще, Господь говорит, «Чем более тебе нужно приходить». Аминь. Давайте помолимся. Наш Господь, мы очень благодарны Тебе за то, что Ты благословил нас и вот таким вот отцом Авраамом и Сарой, которые для нас являются большим примером даже через сложности их жизни, даже через, Господь, отсутствие детей, даже через то, что они не до конца поверили Тебе, как это все будет, Господи. Ты все равно остался верен и не изменен Твоим обетованием. И сегодня мы, как народ, мы получаем огромные благословения от Тебя. Благословив всю нашу церковь, чтобы никто и никогда не остановился, не претнувшись о какой-то камне претновения. Или это человек, или это, может быть, какие-то обстоятельства, или это материальная часть жизни, или какая-то другая, Господи, чтобы ничто нас не остановило на пути следования за Тобой. Прости, когда мы смеялись, прости, когда мы сомневались, и прости, Господь, когда не доверяли. Услышь молитву нас и благослови наших сестер и братьев, наших детей и пожилых людей. Всех отдаем руки Твои, святые. Хотим, чтобы еще многие люди узнали о том, что Ты есть Бог, Бог спасающий и Бог благословляющий. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok